всем привет меня зовут антон антонов и сегодня я хочу рассказать вам про депрессию перед этим я скажу я знаю что я не профессиональный видеомейкер я знаю что вполне возможно как-то эта картинка выглядит ну не так как выглядит у самых крутых блогеров но вы пришли сюда не за этим я хочу отдавать информацию и делаю это с главной целью чтобы вы узнали поняли как работает наш организм сегодня я хочу рассказать вам про депрессию а точнее про то как мы еще совсем не понимаем что такое депрессия и с удовольствием принимаем ответы ну например медицины до человек приходит к врачу и ему объясняют у вас депрессия да она может быть там витальна еще какая-то целая куча этих названий но о чем же они все говорят они все говорят о салате о неком салате в котором что-то происходит да и мы видим основной симптом то что человек находится в подавленном состоянии у кого-то это один день у кого-то это пять дней у кого-то это месяц до затяжные депрессии и иногда люди из них выходят очень быстро иногда постепенно но я хочу чтобы вы понимали что это всего лишь солянка это всего лишь салат это всего лишь набор ну так скажем произошедшего у человека из-за чего организм переходит в это состояние да я не буду сейчас рисовать всем уже знакомую схему в виде волновой функции и объяснять что например маниакально депрессивный психоз это когда вот наверху это вот у вас этот подъем в котором вы такие все активные и классные да я в том числе был по крайней мере а вот этот вот вот эта нижняя часть волновой функции означает что вы проваливаетесь состояние в котором ну нет активности нет энергии нет вообще желание ничего делать здесь я хочу чтобы вы поняли что у каждого этот набор свой из-за чего организм входит в это состояние из-за чего он вообще имеет эту схему и тенденцию к таким переходам я сам это проходил и знаю что это такое да что что это за стратегии и у каждого они свои да у одного это мама там в детстве не додала любви до хотя в принципе уже как исследовано что ребенку всегда любви недостаточно но есть некий уровень на котором ребенок мы так скажем становится адекватным то есть меньше негативных эмоций меньше опять же нежелание жить и так далее но если интенсивность недодачи любви сильная дата ребенок живет с этим всю жизнь у кого-то родители развелись у кого-то что-то в детстве еще произошло и организм уже выбирает стратегию реагирования вот таким образом и все же самые но такие основные события приводящие к депрессии а точнее увеличивающие ее интенсивность происходит уже позже когда мы взрослеем да и начинаем видеть что мир ну на самом деле не такой какой он есть и когда мы не имеем вот этой энергии для того чтобы жить да для того чтобы просто жить и наслаждаться жизнью то организм выбирает стратегию вот всплесков и падений да здесь у него всплеск он отдает эти эмоции в депрессивном состоянии он восстанавливается конечно есть еще несколько причин это ну например замереть и притвориться мертвым да но здесь опять же суть одна что организм не понимая для чего он живет и как жить и где на это брать энергию нас это все мало интересует сейчас потому что как я всегда уже говорю не ищите волшебную таблетку да не ищите даже ее в моих видео в моих материалах и не ищите ее нигде если оно и произойдет я имею ввиду вот так щелчком если у вас что-то изменится щелчком это классно да поблагодарите за это небеса свой организм свою готовность количество опыта то которое вы получили за жизнь но я хочу чтобы вы понимали что депрессия у каждого своя и набор но так скажем симптомов или ситуации у каждого свой до одна девушка депрессует из-за того что не могла долгое время найти отношения отдавала этому много энергии сама даже не замечая этого да неосознанно везде например ища себе мужчину в толпе или в кафе и за этим в эти кафе и приходя а затем устав от этого организм переходит в фазу восстановления да как я ее называю вполне возможно кто-то объяснит это неким иным языком и некой иной терминологии но я называю вот так организм переходит в фазу замирания да где он восстанавливается где он снова что-то набирает где он снова к чему-то начинает готовиться и у каждого этот набор да из-за чего организм перешел в эту фазу свой отношения не нашла любви не хватает на работе не получается заработать не получается конечно же за этим всегда стоят страхи да если мы начнем возьмем человека с депрессией начнем раскапывать что же у него происходит то мы найдем него определенное количество страхов те которые он даже не осознает да то есть он лежит и говорит мне ничего не хочется но если мы его спрашиваем а например если ты сейчас пойдешь на работу что будет а я не хочу там вот что-то происходит и мы начинаем раскапывать и находим что там да не любимый начальник что там он не видит перспективы для организма это страх что там не будет ничего хорошего то есть произойдет что-то нехорошее да не найду отношения там вот иди сейчас в кафе сходи и познакомься с кем-то ой да кому я такая нужна то есть там может быть страх самооценки что меня не так оценят меня не так воспримут на меня не посмотрят меня не выберут за этим естественно всегда тянутся детские ситуации да ну вот опять же недооценка от каста и так далее всегда мы найдем ситуации семьи или ситуации с теми с кем выросли этим видео я хочу распаковать вас чтобы вы больше не отталкивались от одного слова депрессия да когда вы идете например к неврологу либо к психотерапевту и они выписывают вам таблетки и говорят что у вас депрессия ну блин но недостаточного это нам уже недостаточно то есть само слово депрессия ни о чем не говорит как сказать что вот есть погода а какая она блин она плохая какая она плохая там дождь или град снег или ветер да или ураган или смерч или вихрь что там происходит мы сейчас эволюционно выходим на такой уровень до что мы начинаем разбирать нашу психику нашу жизнь нашей ситуации наши ощущения наше состояние более подробно на но более мелкие составляющие что и дает нам понимание что же происходит вот я хочу чтобы вы шли в себя еще глубже и не останавливались на чем-то словили на чем-то знание что это депрессия я хочу чтобы вы начинали понимать что же у вас происходит что же вы чувствуете если вы в депрессии чего вы не хотите делать а значит там находится некий страх да вот не хочу идти общаться с людьми а почему ну потому что они злые начинаем раскапывать там специалисту либо сами если уже обладаете некими инструментами да да даже сесть и просто и помолчать и послушать себя что же за мысли вас происходит да не включая музыку чтобы она не отвлекала ни с кем не разговаривая сесть и помолчать и послушать себя какие же мысли идут если не получается раскапываться самим обратитесь к специалисту да я бы рекомендовал по современной психосоматике ибо я создал для этого специальную группу до в которой можно поработать почти бесплатно если нечем заплатить можно сделать это и бесплатно сейчас я выведу но на арену своих учеников с теми с которыми можно будет работать бесконечно столько сколько вы хотите со стольким количеством специалистов сколько вам будет нужно для того чтобы вы сдвинулись в своем симптоме своей депрессии своих настроениях состояниях и так далее своей жизни наконец своих сферах жизни да в деньгах в отношениях любви самореализации заработки работе и так далее я хочу чтобы у вас всех жизнь становилась чуточку лучше так как она становится у меня и я благодарен за это именно психологии именно психология сделала из меня того кто я есть и многие из вас уже меня знают детализируйте все не отталкиваясь от чего-то слова чего-то знания да это касается вас детализируйте что же происходит блин интересная депрессия я лежу а чего я не хочу делать а чего я боюсь найдите в себе зацепку либо сразу обращайтесь к специалисту но желательно по современной психосоматике ну и конечно и же есть много иных направлений психологии очень эффективных классных я сам их использую но все же я приверженец психосоматики в какой-то степени я есть психосоматика да рад что вы со мной рад что вы это смотрите рад что это работает давайте будем становиться чуточку лучше обнял вас и принял в ответ ваши объятия до связи